Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник СБУ в четвертом-пятнадцатом годах, присоединяется к эфиру Фридом. Иван, приветствую вас. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо, что находите время к нам присоединиться. Давайте, наверное, начнем с общей характеристики. Как можно на сегодняшний день описать ситуацию, которая происходит в Курской области. Я так понимаю, что россияне предпринимали попытку контрнаступления. Какова с ним ситуация, ну и вообще, какой там сейчас контингент, какая техника, какие потери несет противник, ну и какая оперативная обстановка. Масштабный вопрос. Смотрите, попытки выбить украинские войска с территории Курской области, они не прекращаются ни на минуту, ни на один день. Они есть, они продолжаются, и они будут продолжаться. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Мы понимаем, что есть два таймлайна, в которые Российской Федерации не то, что желательно, а нужно было положиться. Первое, это до Нового года, до наступления, до окончания 2024 года, чтобы диктатору Владимиру Путину было с чем выйти на такой виртуальный экран перед российскими гражданами, с виртуальным шампанским и сказать, что вот какие у нас достижения, вот мы выбили бандитов с территории Российской Федерации. Он же, кстати, называет украинские войска бандитами, по аналогии с первой и второй чеченской кампаниями. То есть, действительно, ему нужен этот результат. Результатов в экономике немного, в социальной сфере, мягко говоря, тоже немного. Перспективы, мягко говоря, туманные. И вот какой-то такой первый осязаемый результат, конечно, хотелось бы получить. Если вдруг это не получится, то крайний срок, о котором мы знаем, который упоминается в СМИ со ссылкой на разные околополитические источники, в околополитической тусовке, называется 20 января 2025 года, когда день инаугурации президента Трампа. И желательно закончить вот эту курскую операцию для Владимира Путина. Поэтому сил не жалеют, техники добрасывают регулярно много разной, людей тоже не жалеют. Неспроста и нет хорошей жизни. Северокорейские военные были выписаны из Пхеньяна и отправлены именно в Курскую область. Задача такая. Вот вы, господа, приезжайте и массой помогите российским войскам выбить украинские части с территории Курской области. Я делаю большой вывод, что своих сил, которые можно снять с других направлений, и так, чтобы это не отразилось на ситуации в Курской области, у Российской Федерации банально не хватает. Поэтому попросили подмогу в виде вот этих 13 тысяч северокорейских военных, которые, кстати, толком на фронте еще и не видели. То есть самые разные данные есть, что вроде бы были, но вроде бы не они, вроде бы все-таки не появлялись. То есть слухов много, но вот последние две недели подтвердить, что все-таки они были убиты, ранены или попали в плен, пока у нас не получается. Но накаты идут регулярно. И вот последний накат, который был, он запомнился, это была прошлая неделя. В один из дней было уничтожено по порядка 200 сотен, 200 российских военных, которые принимали участие в штурме, и 56 единиц разной техники. То есть можно найти в интернете видео, как российские войска пытаются с БМП, с БТР сбрасывать пехоту, подъезжать к лесопосадке, но нарываются на мины, нарываются на удары украинскими беспилотниками, и вот так бесславно заканчивается наступательная операция. Можно ли сказать, что определить, скажем так, приоритетность вот этих задач россиян в Курской области? Насколько, скажем так, уделяется внимание происходящему там? Мы видим, что достаточно много сейчас российское военное командование, наверняка вообще в Кремле это держат на определенном контроле. Мы видим, сколько они усилий сейчас направляют на Донбасс, мы видим, как они спешат, сколько там, какие там потери ежедневно. А что в Курской области? Какова вот по приоритетности, скажем так, эта задача, ну если это, в принципе, можно определить? Ну а на приоритете? Это в приоритете, мы с вами уже об этом говорили, однозначно в приоритете, как бы Владимир Путин не хотел показать. Давайте так, вспомним первые дни начала Курской операции. Как он бравировал, что, да ну, Курск, да ну, слушайте, ребят, ну разберемся, не к спешке. Вот у нас тут Донбасс есть, мы пытаемся продвигаться, у нас есть успехи. Там мы потом вернемся, когда он говорил про Курск. Но мы видели уже буквально на следующий день отчаянные попытки собирать войска по сусекам, на скрести, с разных направлений забирать то, что можно забрать безболезненно, какие-то отдаленные соединения воинские, которые находятся в резерве, каких-то срочников из Калининграда, из Мурманска, из Иркутска, оттуда их забирали. Была информация, забирали из Буркина-Фасо, Вахнеровцев. То есть это показатель, лишний показатель того, что Курская область для Российской Федерации в приоритете. Посмотрите, на какие масштабы волн наступления. Я сказал, 56 единиц техники, просто валом, валом, валом. Задача стоит выбить украинские войска. Какой ценой, неважно. Кто выживет, тот получит значок, орден, медальку. Возможно, даже какое-то торжественное похлопывание по плечу от самого диктатора. А я правильно поняла, что в российском информационном пространстве вообще оно как-то не придает большое значение происходящему в Курской области? Сильно там как-то не акцентирует внимание? А зачем акцентировать? Ну, это неприятно. Не особо приятно об этом говорить. Проще закрыть глаза, как в классике. Non-look-up. Не смотри вверх. Не смотрите сюда, а вот смотрите лучше на государственных долг, не на Штатах Америки. Посмотрите, какая экономическая ситуация в Германии. А вот посмотрите, что хотите, чтобы было как в Нидерландах, когда вот здесь массовые беспорядки после футбольного матча. Вы что, хотите, чтобы было как в Европе? Нет. Вот все у вас стабильно, все хорошо, экономика растет. Вот цифры можно показывать какие угодно. И российские граждане четко, трезво усвоили следующий факт. Если ты не будешь задавать вопросы к политикам по поводу ситуации в экономике, по поводу того, что происходит на фронтах, то ты можешь жить, ну, то, что называется, свою лучшую жизнь, насколько это возможно. Как только ты начнешь задавать какие-то вопросы, которые будут неприятны, неприемлемы для власти, у тебя начнутся режимы, проблемы, прошу прощения, с режимом в бизнесе, проблемы на работе, начнутся проблемы с уголовным преследованием. И вот российские граждане четко это усвоили, потом проще молчать, делать вид, что все окей, иначе можно отправиться в места не столь отдаленные. Или в лучшем случае получить какой-то большой штраф. Ну, к сожалению, для Путина, своим-то гражданам он может рассказывать по своему телевидению, пропагандистскому, все что угодно, но, в принципе, то, что происходит в Курской области, это видят во всем мире. Вот о возможной активации боев, кстати, в ближайшие недели и месяцы в Курской области предупреждала эстонская разведка, в том числе Россия будет пытаться вытеснить силы обороны Украины из региона до наступления холодов, самое позднее, в январе следующего года. Об этом уже несколько слов сказали, но заявление такое сделал глава Центра разведки Минобороны Эстонии. По его словам, количество российских военных Курской области около 50 тысяч человек, а из них 10 тысяч северокорейские солдаты может свидетельствовать о намерении заставить ВСУ покинуть регион. Сейчас там сосредоточены войска морской пехоты РФ, которые потеряли с начала ноября около батальона бронетехники, а также около 60 военнослужащих. Об этом, напомню, рассказывает представитель эстонской разведки. Иван, а если вот не только на военной, но на какой-то некой политической... Я, прощай, не отреагирую на вашу фразу, чтобы я не забыл. Когда вы сказали про эстонскую разведку, я осознал, что какая-то часть вашей аудитории может... Ну, с сомнением, о, эстонская разведка, что они могут? Я вас прошу, для многих это звучит как что-то такое несерьезное. Какая эстонская разведка? Сколько было предупреждений в постсоветском пространстве? Помните, что вот Эстония, она неспешная, неповоротливая. Я попробую пояснить вашей уважаемой аудитории, что они делают оценку по перемещению военной техники из приграничных регионов, которые граничат с Эстонией, в том числе и касаемо Санкт-Петербурга, Флова, вот это вот море, что-то Баренцевое море, да, Балтийское море. Еще раз, приграничные территории. И они видят, что когда техника перемещается, когда люди перемещаются, и от этого они делают свои прогнозы того, что происходит на украинских фронтах. Они прекрасно дают себе отчет, куда эта техника едет, куда люди едут, могут их посчитать, и отсюда выходят их аналитические прогнозы. Поэтому очень прошу не ставить под сомнение и не относиться с нисходительным, ой, что там эстонская разведка. Да, может быть она не американская, да, не китайская, но то, что касается приграничных регионов, они могут это видеть, они это видят, они это анализируют. Павло, мы прекрасно понимаем, и мы видим, как нас поддерживают страны Балтии, за что им огромное спасибо. Мы видим, насколько серьезно вообще относятся в странах Балтии к возможности агрессии со стороны Российской Федерации. Мы слышали не один раз заявление из Москвы определенное, поэтому там тоже, я думаю, достаточно серьезно за этим следят, потому что это вопрос их безопасности. Но если вот к сути этого заявления перейти, я так понимаю, Путину еще нужно спешить в том числе, потому что, ну вот, ситуация в Курской области, она ему не дает, ну как бы, да, это сказать, как в Кремле это, наверное, называют, какой-то сильной позицией на переговорах. Это для него важно в том числе. Но я думаю, какой-то немой вопрос всегда витает в воздухе на встрече с его ближайшим окружением, с его какими-то коллегами по цеху. Рано или поздно, ну, это вопрос из молчаливого вопроса, немого вопроса, вылезает в точку, ну, в формат. Так а что у вас там с Курской областью? Как ситуация? Я думаю, что ему неприятно, когда, например, не знаю, там, на встрече с китайской делегацией, китайскими дипломатами, индийскими дипломатами или индийским лидером, этот вопрос как-то возникает. То есть это такая маленькая головная боль, которая не дает тебе спокойно спать, есть. Ты должен о ней постоянно беспокоиться, ты должен постоянно оборачиваться и что-то делать. Понятно, что многие западные лидеры, даже глобальный юг, они прекрасно создают себе отчет, что вот этот маленький клочок земли, он является такой вот горошиной для Владимира Путина беспокойством, и он теряет свои баллы, свой рейтинг в этом клубе диктаторов. Кроме того, что это молниеносная операция, которая даже на три дня продлится и стать апофеозом всего высшего командования политического, военного Российской Федерации, затянулась уже на три года. Завтра будет тысяча дней, как длится вот эта вот, еще раз, блестящая в кавычках трехдневная операция. Понятно, что все тяжело объяснять своему окружению, окружение начинает сомневаться. Понятно, что никто ему не скажет, что Владимир Владимирович, мы в вас сомневаемся, он читает это по глазам, он прекрасно дает себе отчет, какой я лидер, какой я диктатор, когда у меня нет побед. Победы нужны сейчас, для того, чтобы забетонировать свои позиции. Чем больше длится период без побед, тем хуже это воспринимается как ближайшим окружениям, так и ближайшими союзниками. Что ж, Иван, большое спасибо за то, что к нам присоединились. К сожалению, время для общения черпалось. Будем продолжать следить за ситуацией. Всегда вам рады. На Фридом Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах, напомню, к нам присоединился. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.